Малозанская книга павших Стивена Эриксона – один из лучших циклов темного эпического фэнтези, который читатели ценят наравне с сериями Джорджа Мартина, Абер Кромби, Кука. Впечатляющий размах событий, неимоверное количество ярких героев, оригинальные расы, боги, могущественная магия, сражения, кровь, интриги, доблесть, предательство, неожиданные сюжетные повороты, прием ненадежного рассказчика – в Малозанской книге павших есть все, что душе угодно. Причем основной цикл закончен. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу о Малозане – одном из лучших миров темного фэнтези. Канадец Стивен Эриксон создал Малозан на основе мира для ролевой игры, придуманного вместе с Иэном Эслемонтом. Всего в основной линии Малозанской книги павших – 10 книг. Некоторые при издании на русском были разделены на два тома. Сейчас Эриксон и Эслемонт продолжают знакомить читателей с разными аспектами Малозанского мира в новых книгах, приквелах, спин-оффах, а теперь и в прямом продолжении. Мир Малозана огромный, полнокровный, с многочисленными континентами, народами, расами, климатическими и природными особенностями. Он открывается перед нами по частям, постепенно, как настоящий, и уже ко второй книге мы верим в него почти так же, как в Австралию. А поскольку его мифология и история выдаются по чуть-чуть, нестерпимо хочется узнать предысторию описанных событий. Ведь прошлое здесь самым прямым образом влияет на настоящее. Равно как почти все происходящее в мире влияет на общую картину. События на глобальной игральной доске Малозана максимально реалистичны. Правда, некоторые причинно-следственные связи мы начинаем улавливать только ближе к середине цикла. Этот мир населяют персонажей, к которым привязываешься, несмотря на их высокую смертность. Их столько, что поначалу читатель рискует запутаться в обеих имен. Потому в помощь новичкам автор предусмотрительно составил довольно подробный глоссарий. Среди героев не встретишь однозначно отрицательных или ослепительно положительных. Это обычные люди и нелюди, живущие обычной жизнью в обычном для себя, но в таком экзотическом для нас антураже. У Эриксона нет любимых героев, а также протагонистов. Персонажей множество, и часть из них гибнет, не выбираясь за пределы одной книги. Однако некоторые возвращаются в других обличьях. У Эриксона смерть не всегда конец. Ведь магия в этом мире может очень и очень многое. Она тут невероятно разнообразна и при этом отлично продумана. А среди рас, населяющих мир, не встретишь затасканных авторами фэнтези эльфов или орков. Давайте взглянем на некоторые особенности этого цикла поближе. Мир Малозана огромен. И похоже, пока не открыт до конца даже самими авторами. При этом много внимания путешествиям героев Эриксон не уделяет. Изначальное действие происходит на Геннабакесе. Самый крупный из участков суши носит имя «Семь городов». Хотя, строго говоря, это название относится лишь к восточной части материка. А сердце империи находится на маленьком континенте, «Квонтали» и на острове рядышком. Да, еще в этом мире четыре луны, хотя постоянно видна лишь одна. Божественных сущностей в этом мире хватает. И что самое интересное, к ним периодически прибавляются новые. Отношения между вседержателями, сложные и запутанные, напоминают малопонятную для смертных игру. Все эти божественные и полубожественные сущности постоянно вмешиваются в дела смертных, по большей части косвенно, но иногда и напрямую. Волшебство в мире Малозана завязано на путях магии. Это источник колдовской силы и одновременно отдельная физическая реальность со своими обитателями. В ней можно передвигаться, изрядно сокращая расстояние, которое нужно преодолеть в обычном мире. Большинство потенциальных магов с рождения склонны к одному из путей. Но есть и универсалы, способные получить доступ сразу к нескольким. Чтобы совершить заклятие, колдун открывает свой путь и создает портал, сквозь который к нему прибывает магическая энергия. Конфликт в цикле разворачивается между довольно молодой Малозанской империей, ей не больше столетия, подмявшей под себя изрядное количество суши на нескольких континентах и остальным миром. Есть свои противоречия и внутри Малозана. Основатель империи был убит нынешней правительницей около десяти лет назад. И несмотря на то, что почти все сподвижники императора мертвы, в армии еще остались люди, которым не нравится нынешняя политика, приведшая к серьезному кризису. На вражду между людьми накладываются столкновения империи с нечеловеческими расами, давний счет этих самых рас между собой и разборки божественных сущностей, которые тайно вмешиваются в дела смертных. Малозанская империя крайне агрессивна, изрядно самодовольна и напоминает Рим, только еще более могущественный. Так императрице Лосиан ничего не стоит объявить врагами государства, богов, причем не просто объявить, а реально осложнить этим богам жизнь. В цикле Эриксона масса персонажей, и некоторые, лишь мелькнувшие в одних книгах, становятся главными героями в других. Они развиваются с потом и кровью, преодолевая сложнейшие жизненные препятствия. Теряют близких, наивность, части тел, наконец, жизнь. В каждом романе всегда есть 3-5-7 сюжетных линий, герои которых рано или поздно сходятся. Те, кто выжил, конечно. Особенно много среди героев разного рода военных. Солдат, офицеров, генералов и прочих людей, так или иначе связанных с армией. Причем большинство солдат этого мира вовсе не наслаждаются службой, скорее тянут ее, как постылую лямку, мечтая уйти на покой. А еще в мире малозана вам встретятся кворлы – крупные летающие насекомые, эдакие стрекозы размером с пони, служащие транспортной авиацией. И бухокоралы – шкодливые крылатые обезьяны. И оборотни, причем не только одиночники, использующие одно тело, но и иверсы, способные превращаться в целую стаю волков или сотню пауков. И разнообразные демоны, в том числе состоящие на имперской службе. И волки-зомби, и великие вороны, которые питаются магией, и хищные морские твари, способные позавтракать хитом или проплывающим мимо кораблем вместе с командой. Кого здесь только нет. Так что с фантазией у Эриксона, как вы уже поняли, все в порядке. А как бы иначе у него получилось создать настолько яркий, живой, увлекательный и завораживающий мир. Мир, который с нетерпением ждет новых гостей. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. С ними ты проживаешь другие жизни, которые выводят тебя из четырех стен.